Когда взяла в рот, они в попу. Слушай, прекрати уже, я сейчас папе скажу, и закончится твоё гуляние. Один пустырник, и сейчас башкой один пион. Башкой это не у нас, это у вас. Это у вас башкой уже пизданула. Один пустырник, один пион. Залог хорошего минета, в первую очередь, это мастурбатцы во время сосания. Вот так вот. Второе, это мастурбатцы яичек, погладить их нужно, когда вы сосёте. И такая вот рывка. Я что-то между женщиной и мужчиной, знаете? Я либо женщина, либо мужчина. Что-то между, то есть транс. Вот оттуда это и хватит орать, блядь, жирный конченый свин. Вот что-то между так-то. Я считаю, что нужно промыть свой рот тайдом. Тайт или кипячение. Кипячение или мгновенная смерть. Тайт в рот хернула и щеткой так поделала и выплюнула. Вот и вся процедура. Если что, это порошок для стрельмашины. Нужно просто сказать, что ты нахуй, жирная старая корга. Я тебя в болоте видела. Ты оттуда и не вылезаешь. Потому что смысл исправлять двойку, если есть же зарплату понизить. Да, всё-таки. Пусть сама в своём болоте живёт дура. У меня очень лёгкий прайс. Минет шесть тысяч. Анус восемь. Комбо двенадцать тысяч рублей. Кто заинтересован, пишет в личку. Я вас могу научить горловому минету за пять тысяч рублей. За четыре с подругой. В прошлой школе мать Ольгу вызывали часто в школу, потому что у меня было нерабочее поведение. Я очень плохо себя вёл. Всем отвечал. Садился на огнетушитель. Ломал окна. На стулья и вообще всякие предметы. Короче, она была часто в гости школе. Девочки, всё дело в том, что я не думаю о прыщах. Ну, вылезла и вылезла. Оно всё равно уйдёт. Я другим делом себя займу. Я даже о них не думаю. Не давлю. Мне пофиг. И вы тоже. А вы всё думаете, думаете. Вот у меня он на прыщах. Все смотрят о него. Всем похуй. На данный момент я решила, что буду сдавать физкультуру, ИЗО, музыку и ОБЖ. Как по мне, это очень трудные предметы для сдачи. Особенно ОБЖ и музыка. Это такой трэш. Не советую сдавать такие трудные предметы. Поболит, поболит и перестанет. На самом деле, на пшика на неё перекись водорода. И сверху соль и лёд. Вот так вот сожми и лимон туда. И растеряй эту соль с этим солью. Если вы сдаёте ЭГЭ по математике, то в этом профиле вы найдёте много полезной информации. Влад показывает провальные задания. Помогает с мотивацией учиться. А также показывает лайфхаки для ЭГЭ. Он уже помог многим и все сдали на 95 баллов. Совет. Она сдала ЭГЭ и поступила в МГУ. Она потеряла 10 тысяч рублей за один звонок. И она не ищет приключения на задницу, а не находит её сами. Она расскажет вам такие жизненные ситуации с иронией, что вы охренеете. Сольёт. Девочки, ничего не делать. Пёрнула и пёрнула. Скажешь, что естественно, то не безобразно. Я на экзамене пёрнул по географии и ничего мне не сделали. Ты пёрнула и скажи ему. Так ты тоже пёрн. Ничего такого. Мы же семья уже будущая. Всё-таки дети. В ближайшее время не планирую никаких поездок. Возможно, мы поедем в Питере с мамкой Ольгой. Поэтому не боимся. Подходим. Мы с ней устроим реальный фотосет. Вот. Поэтому пока что ничего не планируем. Девочка моя, друзей сразу посылаешь на три весёлых буквы. Кто не с нами, тот под нами. Если ты хочешь, то делай. Потому что один раз живёшь, вот так просрёшь свой шанс и будешь работать дворницей какой-то. Поэтому берёшь и делаешь. Ну, как вам сказать. Ну, он немножечко такой тухленькое яичко. Иногда жареное семечко. Иногда такой, знаете, протухший тортик. Иногда и вообще такой приторный хлебушек, что ли. Купаюсь в говняных ваннах. Очень помогает для тела, кожи и души. А вы чем мойтесь и ухаживаете за собой? Делитесь в комментариях. 2014-й привет. В первый раз, конечно, больновато пойдёт. Кровяная штучечка из вашей дырочки. Но это терпимо. И каждая женщина через это проходит. Если не в 15, так в 40. Если не в 40, так в 60. Пройдём, девочки. Прорвём. Какой хороший вареник. Даже я сам не ожидал, что у меня столько сантиметров вглубь идёт. Вот это поворот. Неожиданно. Короче, сели на туалетик. Подставили бумажечку. Пока, коли у вас такая змеечка вышла. Вы можете слепить из неё игрушечки. И потом эту игрушечку запаковали и по почте отправили. Я так всегда делаю своим друзьям. В такие минуты трудно понять, где заканчивается реальность и начинается мечта. Вы должны взять подсолнечное масло. Желательно у мамочки в шкафчике. Берёте, намазывайте на руку. Сначала пальчик ядрите. Двумя пальчиками. Тремя, четырьмя, пять семя. И рукой. И большой член зайдёт легко и просто. Проверенный способ моей матери. Я вот сам не был в такой ситуации. Но, представляете, вас кто-то дерёт. Извините меня в попу. Ваш парень, к примеру. И вы обосрались. Ваша реакция. Я считаю, что такой шанс облизнуть шоколадку природного назначения нельзя упустить. Девочки, много вопросов про чем же я мажу губки. Вот таким вот блеском для губ. Ну, или не блеск, как это называется. Чтобы не трескались, короче. Это CarMax. Рабочего назначения, девочки, берём. Как по мне, большие груди это не очень удобно. Да и не всем парням нравятся большие груди. Они ещё и в старости обвиснут, как мусорные пакеты, знаете. А маленькие груди, они и в старости будут такими упругенькими и хорошими. И всем парням нравится. У меня отличное отношение с матерью. И не нужно ко мне прикапываться. Есть же матери тупые. Если вы докапываетесь до моей семьи, значит у вас в семье плохо. У меня всё отлично. Мы сами ржём над шуточками. И подружечки её ржут. Ребят, эта девочка, сестра той девочки, которая залетела у 10-летнего мальчика. И она была, она пусть говорят, она отстаивала своё мнение своей сестры. Поэтому давайте поддержим и перейдём к ней в профиль. Это трэш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова